Ребята, всем привет! Это Азимов Альберт. И мы с вами сегодня поговорим о том, каким образом предохранить себя от появления нежелательного лина на вашей недвижимости. Если быть более конкретным, я сейчас буду говорить о Construction линах, о Mechanics линах, Laborer линах и Supply линах. Не переживайте, если вы слышите впервые эти слова. Мы разберем в процессе сегодняшнего занятия. Для меня лично, когда я только приехал в США несколько лет назад, это была довольно сложная штука для понимания. Почему? Потому что там, откуда я приехал, в недвижимости никто не использует ничего подобного и нету линовой системы, такой, которая принята в США. Итак, прежде всего, давайте я приведу простой пример из жизни, чтобы вы поняли, каким образом это появляется, каким образом это работает. Представьте себе, что вы нашли симпатичный дом. Вы договорились с продавцом на очень выгодную цену. Он оставил вам свой моргидж, может быть, он вам даже профинансировал какую-то часть недвижимости. Вы получили эту недвижимость и на ней нужно сделать какой-то ремонт для того, чтобы затем ее продать или сдать в аренду или что-то еще с ней сделать. Итак, вы решили начать делать ремонт. Вы выясняете, что есть какая-то часть ремонта, которую вы можете сами сделать, а какая-то часть, которую должен сделать контрактор. Допустим, там есть работа с электрикой, допустим, есть там работа с гипсокартоном, есть работа с пламингом, с системой HVAC и так далее. То есть работы, которые должны выполнять лицензированные специалисты и работы, возможно, работы, на которые нужно получать пермит. Для того, чтобы это сделать, вам нужно нанять человека или даже нескольких людей и его обычно называют контрактор. Вы нанимаете контрактора, этот контрактор получает от вас задание, говорит, окей, мы это закончим, допустим, за неделю. Стоит это будет, ну, ориентировочно вот такую-то сумму. Проходит неделя, работа не закончена. Что вы делаете? Вы, естественно, высказываете этому контрактору свое недовольство и говорите, что, допустим, вы ему не заплатите, потому что он не закончил свое время на работу. И каждый следующий день простоя этого объекта вы теряете деньги, потому что вы несете холдинг-косты, как владелец недвижимости. Он говорит, что проблема гораздо больше, чем оказалось на первый взгляд, нужно больше времени. Вы говорите, ну, окей, у тебя есть еще там несколько дней. Проходит еще несколько дней, работа по-прежнему не закончена. То есть это довольно типичная ситуация настройки, когда вы хотите, чтобы все сделалось быстро и дешево, а оно делается намного дольше и намного дороже. Вам нужно гораздо больше денег для того, чтобы закупить какие-то материалы, какое-то взять оборудование в аренду, возможно, нанять дополнительных людей. И когда вы оказываетесь вот в центре вот этого всего бардака, то вы обнаруживаете, например, что у вас есть разница в взглядах на то, как что-то должно делаться, ну, как бы на вашем объекте. И в один прекрасный момент, допустим, вы решаете, что вы увольняете этого контрактора и нанимаете другого, который вам может это сделать быстро и дешево. Окей. Первого человека вы ему что-то заплатили, уволили его, наняли второго, второй вам закончил работы, вы заплатили второму. Проходит еще несколько недель, ваш прекрасный дом стоит на продаже, получаете офер от покупателя, документы идут на клозинг и перед самым клозингом выясняется, что title search, который сделала компания покупателя, title агент покупателя, title search показывает, что на вашей недвижимости есть лин на, допустим, 12 тысяч долларов. Так называемый construction лин или mechanics лин. И этот лин должен быть погашен, естественно, вами, потому что покупатель, он никакого отношения к этому не имеет, а вы тот, кто имеет этот лин на недвижимости, и для того, чтобы недвижимость была продана, данный лин должен быть закрыт. Для вас это прямой убыток. Вы не предполагали кому-то платить эти деньги, вы вообще-то собирались заработать на этой недвижимости, но после того, как произойдет клозинг, будут выплачены все деньги, будет закрыт этот лин, вам, возможно, остается даже не прибыль, а может быть даже минус. Так вот, я сегодня хочу рассказать вам, как не попадать в эту ситуацию. Потому что, как только вы нанимаете на свой проект, на свой construction маленького контрактора или большого контрактора, не имея значения, если вы не умеете правильно обращаться с наемной рабочей силой, вы очень легко можете получить проблему, которая выразится в том, что вам нужно будет выписать чек на клозинге для того, чтобы закрыть эту финансовую проблему, закрыть этот лин. Потому что, если вы не закрываете этот лин, или финансовое обременение, другими словами, вы не можете передать чистый тайтл вашему покупателю, а без чистого тайтла ваша недвижимость никому не нужна. Итак, поехали. Сейчас я хочу показать сначала определение, что такое лины. Окей, я здесь открыл скриншоты, которые я сделал из Real Estate Dictionary, чтобы у вас было объяснение от первоисточника. А я для начала объясню, как я это понимаю. Итак, лин – это любое финансовое обременение, которое закоплено против недвижимости. Обычно он находится в паблик-рекордс, и там он может быть найден, если вы правильно умеете делать тайтл-сердж, либо кто-то для вас делает тайтл-сердж. Обычно все лины всплывают, как только эту процедуру вы производите. Есть очень много типов линов. Как правило, мы говорим о финансовых линах, то есть mortgage. Но в сегодняшнем занятии мы поговорим о линах, которые кто-то может поставить на вашу недвижимость без вашего согласия. Это Construction Lean, справа внизу вы можете видеть, это Mechanics Lean, и это Laborer Lean, и это Supplier Lean. Итак, давайте по порядку. Construction Lean. Как он может образоваться? Если вы не заплатили какую-то сумму какому-либо контрактору, который бы вы нанимали на работу. Вам, наверное, может показаться, что основанием для того, чтобы этот контрактор поставил лин на вашу недвижимость, может служить только письменный контракт. Я проверил эту информацию, на самом деле нет. Есть только 4 штата в США, где письменный контракт обязателен для того, чтобы какой-то контрактор поставил лин на недвижимость своего заказчика, своего нанимателя. Во всех остальных штатах в США достаточно устного агримента. То есть, другими словами, вы попросили какого-то Петровича, сделай мне какую-то работу. Петрович начал делать и пропал. И вы думаете, ну пропал и черт с тобой. Вы наняли другого, другой человек вам эту работу сделал. А потом выясняется, что Петрович поставил на вашу недвижимость лин. Потому что вы в устной форме наняли его на работу, и вы ему не заплатили на работу. И он считает, что вы ему должны, например, 3000 долларов. Потому что вы наняли его сделать пейтинг, а потом другой человек сделал этот пейтинг. И когда Петрович появился, он выяснил, что он уже не нужен. И он думает, а ну так, раз я не нужен, но я хотел бы получить деньги, а вы ему не заплатили, потому что, естественно, он не сделал работу. Это обычное нормальное недопонимание между заказчиком и нанимателем. Но в Америке права контракторов, они защищаются вот таким вот образом. То есть есть юридическая возможность, чтобы контрактор пошел в корт офис, корт хаус, и заполнил простую бумагу, и поставил лин на вашу недвижимость. Ему это не стоит практически ничего, но для вас это будет финансовая проблема, которую вы не можете убрать с вашей недвижимости. Я вам скажу в конце занятия, каким образом предохранить себя от того, чтобы эти лины не появлялись на вашей недвижимости. Итак, первое это Construction Lean. Construction Lean наиболее часто появляется, может, в тех ситуациях, когда компания, которая строит недвижимость, недополучила денег от заказчика, либо контрактор, которого вы наняли выполнить какие-то работы, не получил оплату, либо получил, но не все. Это наиболее типичная причина, почему Construction Lean появляются на недвижимости. Второй тип линов это Mechanics Lean. Справа вы видите определение, что это такое. Это лин, который может появиться на недвижимости, если вы не заплатили кому-то за его работу с землей или с недвижимостью. И его также называют Material Men's Lean. То есть, человек предоставил рабочую силу или предоставил какие-то материалы. Например, древесину для стройки. И контрактор, который нанял этого поставщика, от вас деньги получил, но не рассчитался с поставщиком древесины, к примеру. Или рассчитался, но не целиком. Стройка закончена, все разошлись. Так вот, этот поставщик строительных материалов, он может поставить лин на вашу недвижимость, точно так же, как это мог сделать контрактор. Это обычная практика. Более того, смешно, что вы можете быть даже не знакомы с этими поставщиками или с этими сапплайерами, да, которых нанимал контрактор. Но, тем не менее, у них есть юридическое право поставить лин на вашу недвижимость, потому что они работали на то, чтобы обеспечить вашего контрактора строительными материалами либо рабочей силой. Поэтому вы должны понимать, как только вы пускаете в свой объект кого-то забить хотя бы один гвоздь, вы не можете это делать без правильно оформленных бумаг и правильного оформленного контракта. Если вы это делаете просто на устной договоренности и вы думаете, что это, да ладно, никто не знает, о чем мы там договорились. Нет, это называется verbal agreement и в Америке verbal agreement дает право любому человеку, которого вы наняли, даже если вы его наняли, просто одну стенку покрасить, дает ему право поставить лин на вашу недвижимость. Окей? Давайте двигаться дальше. Следующий тип линов это supplier lien. Supplier lien это поставщик каких-либо инструментов, строительных материалов, еще чего-либо, что было предоставлено вашему контракту, но контрактору не было оплачено. Например, вы наняли кого-то для того, чтобы он сделал покраску вашей недвижимости. И вы заплатили ему 3000 долларов. А этот человек, в свою очередь, пошел и на кредитную какую-то линию купил краску в магазине и не рассчитался за этот товар. Забыл, да? Вы думаете, что у вас все в порядке, потому что вы этому контрактору заплатили, он подписал какие-то бумаги с вами, но на самом деле та компания, у которой он купил, например, краски на 1000 долларов, она не получила деньги. Поэтому этот supplier, он также имеет юридическое право поставить лин на вашу недвижимость, потому что счет не был оплачен. Идем дальше. Теперь давайте поговорим о том, каким образом, если вы homeowner, каким образом вы можете себя защитить от ситуации, в которой вы становитесь жертвой вот таких вот фокусов. Естественно, вы понимаете, что некоторые лины, контракторы помещают на недвижимость справедливо, да, потому что им не заплатили за работу. Абсолютно справедливое требование – плачь деньги. А в других ситуациях это может быть, ну, такая спорная ситуация, вплоть до мошенничества, да, со стороны какого-то не очень честного работника, да, который считает, что ему должны заплатить, даже если он сделал работу плохо. Например, вы наняли какого-нибудь деятеля, который сам только вчера научился работать, допустим, с гипсокартоном, вы поместили его в свою недвижимость, он там три дня работал, вы пришли через три дня, и вы видите, что та работа, которую он выполнил, она абсолютно негодного качества, ее нужно переделать. Естественно, ваша реакция – я тебе не заплачу, я тебя увольняю, и я больше не хочу тебя видеть, потому что вы понимаете, что вы потеряли время. Вы нанимаете другого, более профессионального контрактора, более профессиональный контрактор делает свою работу, все хорошо, но у того парня, которого вы уволили, он на вас зол, он считает, что вы ему должны заплатить, и он считает, что вы его уволили незаслуженно, и он 100% пойдет и поставит лин на вашу недвижимость. Для него это абсолютно легкий шаг. Поэтому первый шаг для того, чтобы не оказаться жертвой вот такого финансового вымогательства, да, первый шаг – вы должны нанимать людей, которые профессиональные, которые лицензированные, которые квалифицированы для выполнения своей работы. Именно для этого существует огромное количество сайтов, где вы можете посмотреть отзывы о тех или иных контракторах. Именно для этого, допустим, какой-нибудь инвестор, он на каждый свой следующий объект, он обычно приглашает тех людей, которые работали у него ранее, потому что он знает, что они уже, ну, как бы проверены, они хорошо работают. Это первая причина. Даже если квалифицированная команда стоит дороже, лучше заплатить дороже квалифицированным людям, чем нанять неквалифицированный персонал, да, вы знаете прекрасно, что в Америке неквалифицированных строителей гораздо больше, чем квалифицированных. И это первый шаг, то есть нанимать квалифицированную рабочую силу. Второй шаг – это подписывать с ними agreement. Этот agreement очень легко найти, каким образом нанимается контрактор на работу, ничего абсолютно сложного нету. Но в этом agreement вам нужно две очень важные вещи прописать совершенно четко. Первое – вам нужно подписать даты, когда должна быть выполнена работа. Это должно быть в письменном виде. Если это большой объем работы, работы разбиваются на определенные этапы, и каждый этап должна стоять дата, когда этот этап должен быть закончен. Например, вы наняли людей для того, чтобы они сделали ремаделинг всего дома, от начала и до конца. Естественно, этот большой проект длиной, там, допустим, 30 дней, он разбит на несколько этапов. То есть, сначала они делают А, потом Б, потом С. И вы прописываете такой schedule, да, график работ. Есть дата, когда должен быть закончен каждый этап. И есть оплата, которую они получат за каждый этап. Например, на этапе А, если вы видите, что они работают плохо, если они опаздывают, ну, не приходят вовремя, там, или еще что-нибудь косящие, то вы просто после этапа А, после первого шага, уже можете их уволить. И вам нужно, чтобы в этом агрименте было точно указано, почему вы их увольняете. То есть, вы не можете просто им сказать, вы мне не нравитесь, да, или там еще что-нибудь. У вас должна быть четкая причина, почему вы от них избавляетесь. И это должно быть прописано в агрименте, и именно для этого этот агримент делается. И когда вы им, допустим, платите за первый этот этап, и потом вы их увольняете, вам нужно с ними подписать документ, который называется вейвер. Вейвер это довольно распространенная штука. Если перевести на русский, это отказ от ответственности. И моим студентам, которые у меня обучаются, я дам и покажу, как заполнять подробно документ, который является вейвером, который подписывает контрактор, любой контрактор. И этот вейвер гарантирует, что этот контрактор не имеет права поставить лин на вашу недвижимость. То есть, если он это сделает, он нарушает закон. Итак, второй пункт должен быть schedule, он должен быть разбит на отдельные этапы. Каждый этап оплачивается отдельно, не вместе. Третья штука. У вас должна быть каждый раз, когда вы оплачиваете определенный этап, да, То есть, этап А закончен, встретились, проверили качество, оплатили, подписали бумаги. Вейвер, которым контрактор обещает, что он не будет вам создавать никаких финансовых обременений на вашей недвижимости, да, то есть обязуется. Дальше, этап Б. Через два дня выполнен этап Б. Вы ему снова заплатили деньги, и вы, ну, подписали ресит и подписали вейвер, который гарантирует, что теперь за вот эту часть работ он тоже не потребует с вас никаких дополнительных денег. Кроме того, контрактор подписывает вам бумагу, в которой он указывает, что он в процессе выполнения работ не создал никаких других долгов, например, нету никаких материалов, которые он взял где-то и пообещал заплатить позднее. То есть, таким образом вы себя ограждаете от того, чтобы на вашей недвижимости не появился supplier lean, то есть lean поставщика строительных материалов, да. Также он подписывает, что он не нанимал какую-то рабочую силу без вашего ведома и не создал таким образом для кого-либо поставить laborers lean на вашу недвижимость. Потому что если он без вашего ведома кого-то нанял, то тот, та персона, он имеет право создать lean на вашей недвижимости, если этот забыл ему заплатить. И таким образом, когда вы проходите через весь проект и на каждом этапе вы подписываете правильные бумаги, то вы получаете гарантию, что у вас никогда не будет неприятностей и у вас не нарисуется ниоткуда финансовое обременение против вашей недвижимости на 10 тысяч или на 20 тысяч долларов в тот момент, когда вы уже на пороге клозинга с покупателем. Окей? Я надеюсь, это занятие было полезно для вас. И если вы являетесь студентом нашей расширенной программы, то вы в папке с бонусными материалами увидите свежее видео, которое рассказывает о том, каким образом подписать документ, гарантирующий, что lean не появится на вашей недвижимости, да, текст вейвера. И я также там дам другой материал, но об этом я расскажу в следующем видео. На сегодня у меня все. Я надеюсь, у вас никогда не будет неприятностей с вашими контракторами. А если вы контрактор, то вы теперь знаете ваши права. То есть, если вас кто-то нанял и вам после сделанной работы не заплатил заказчик, то вы абсолютно спокойно можете поставить финансовое обременение на тайтл этой недвижимости. И это довольно просто сделать через Картхаус. Это очень простая процедура. И это можно сделать в некоторых штатах 60 дней спустя выполненной работы, в некоторых штатах 90 дней спустя выполненной работы. То есть, это таймфрейм, в течение которого, если вы контрактор, вы можете это сделать. У вас есть возможность. Если вы это сделали, ну, как бы вспомнили об этом позднее, то вы уже не можете это сделать, потому что время истекло. Уже период, в течение которого вы могли это сделать, уже истек. И последнее напоминание для тех студентов, которые покупают дома, которые, ну вы знаете, что на этом доме, допустим, недавно делались какие-то там строительные работы, какие-то ремонты. Всегда проверяйте наличие construction lean, mechanics lean, labor lean и других типов lean, финансовых обменений на этой недвижимости. Потому что если сейлер отдал вам недвижимость, то автоматически с этой недвижимости он вам отдал всю цепочку lean, которые присоединены к этой недвижимости. И вы, естественно, как инвестор, вы должны уметь делать due diligence, вы должны делать title search для того, чтобы знать, что вы получаете паровозиком с этой недвижимостью. Если вы покупаете с аукционов, там гарантированно есть lean, гарантированно есть финансовые обременения, о которых вы не знаете. Поэтому это одна из причин, почему мы никогда не покупаем дома с аукционов. У меня все. Всем хорошего дня. И я вам желаю, чтобы у вас не было нежелательных lean на вашу недвижимость. Всем пока. Продолжение следует...